Тема моей проповеди – плоды духа или четвертый признак возрожденного христианина. Первые три вы помните, наверное, я уже проповедовал на них. Это хождение во свете, любовь, послушание. А теперь мы добрались до самого последнего, ну, по крайней мере, из тех, которые я буду освещать. Это плоды или дела. Я прочитаю первое место из тех, которые я буду сегодня читать. Записано первое послание Иоанна, 2 глава, с 4 по 6 стих. Первое послание апостола Иоанна, 2 глава, с 4 по 6 стих. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась, и сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. И второй текст я прочитаю сейчас, который записан в Евангелии от Иоанна. Написал тот же апостол Иоанн. Этот текст записан в 8 главе, с 31 по 49 стих. Я прочитаю Евангелие Иоанна, 8 глава, с 31 по 49 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никогда никому. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, который услышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Ну, наверное, до этого место я прочитаю. 48-49 еще. «На это иудеи отвечали и сказали ему, не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? Иисус отвечал, во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня». Вот такой продолжительный текст. О чем здесь идет речь? Иисус в кругу по обычаю своему толпы людей, и он учит их. Он говорит им слова, которые слышал от своего отца. И для иудеев, иудеев, которые хвалились, которые были уверены в том, что они прекрасно понимают волю Божью в своей жизни, они прекрасно знают Бога, они с ним имеют абсолютно хорошие и прекрасные взаимоотношения, что они исполняют волю Бога, что они избранные дети Авраама, которые наследуют Царство Божие, они абсолютно Христа не понимают. Христос говорит для них вещи, которые абсолютно в них не вмещаются. И доходит до того, что Христа, Сына Божьего, Бога, воплотившегося в человеческом теле, они называют человеком, одержимым бесом. И вот здесь написано, не правда ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес тебе? Вообще, в некоторых переводах слово «самарянин», оно звучит как имя одного из бесовского князей. в израильской, можно так сказать, мифологии. Ну, у нас в переводе «самарянин». То есть они Христа, они сказали просто страшное богохульство на Бога. Христос кинул этим людям величайшее... Почему они с такой яростью нападали на Христа? Христос их страшно оскорбил в своей речи. Вообще, иудеи, они были твердо убеждены, что так как они являются потомками Авраама, и так как они обрезаны по закону Моисея, они автоматически принадлежат к народу Божьему и имеют исключительные права на Царствие Божие. Некоторые раввины в то время так и говорили, что человек может быть каким угодно грешником, но если он обрезан, он сто процентов наследует Царство Божие. И иудеи были абсолютно непоколебимо в этом убеждены. Поэтому они Христу и говорят. Как ты можешь называть нас рабами? Отец наш Авраам. Вообще, удивительное дело, да? Мы прекрасно помним израильскую историю. Израиль не один раз был в рабстве. Хотя в законе, который даровал Бог израильскому народу, было четко прописано, что рабство – это низшее состояние, которого надо было всеми силами избегать. И даже еврея, брата, они по закону не могли брать в рабство. Всеми силами пытались выкупиться. И это считалось вообще страшным позором, когда еврей брал в рабы своего соплеменника. То есть в духе евреи всегда считали себя свободными. Они считали себя над вот этими человеческими законами. И даже когда они находились в Вавиломском растре, когда их завоевывали. Вот на этот момент, когда мы сейчас читали текст, они находились под римским владычеством. Но они абсолютно не считали себя в рабстве. У них был такой неукротимый дух свободы. Они считали себя хозяевами положения. Они ждали Мессию и считали, что это просто временные неприятности. То, что Рим сейчас каким-то образом их завоевал. Христос кидает им в лицо страшное оскорбление. Он говорит, вы рабы. Вы рабы. Для иудеев это было что-то невероятное. Всякий делающий грех есть раб греха. Раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Потом опять ужасное для иудея, настоящего, истинного, воспитанного фарисеями, воспитанного в законе, совершенно невероятные вещи. Мы семя Авраамова. Христос говорит, если бы вы были семя Авраамова, вы дела бы Авраама делали. Они тогда говорят, одного отца... А, вы делаете дела отца вашего. Они говорят, мы не от любудеяния рождены. Одного отца имеем Бога. Вообще, в Ветхом Завете неоднократно Бог называет себя отцом израильского народа. И не на пустом месте они так говорят. Одного отца имеем Бога. А Христос говорит им ужасные вещи. Отец ваш дьявол. Представьте себе среднестатистического иудея на тот момент. Мы можем взять за образец того фарисея, который пришел в храм помолиться. Какие его дела? Во-первых, он абсолютно уверен, что он потомок Авраама, и только на этом основании, обрезанный восьмой день, он наследует Царствие Божие. Все. У него вопросов вообще нет больше. Никаких по этому поводу и сомнений. Он наследник. Дальше, что он говорит? Я соблюдаю закон полностью. Даю десятую часть. Пощусь три раза в неделю. Молюсь. Совершаю благочестивые поступки. Исполняю закон. Вот просто полностью. Вот, имея заповеди Христовы, кто из нас может так сказать? Что я однозначно полностью выполняю все заповеди, весь закон, стараюсь прям целенаправленно, каждый день. Я вот до буквы целые, вот я все выполняю. Очень, наверное, немногие люди так могут о себе сказать. И вот такому человеку, который находится в полной уверенности, что у него все в порядке, Христос говорит, да отец твой дьявол. Это шок для них. Это абсолютный вообще крах, можно сказать, всей их религии, основанной на их представлении о Боге и неправильном понимании закона и на понимании доктрины спасения по делам. И они, конечно, Кресту говорят, да что ты нам вообще говоришь? Вообще в тебе бес. Не может человек, который исшел от Бога, говорить такие вещи нам, праведникам, которые однозначно наследуют Царствие Божие. То есть для евреев, иудеев, фарисеев, вот все, что говорил Христос, это было просто невероятной чушью, можно так сказать. Они это абсолютно не воспринимали. И в каком они находились состоянии, ужасно. Когда, имея полную уверенность в том, что они дети Божьи, они однозначно имели одного Отца. Причем Христос не оставляет здесь никаких интерпретаций. Либо, либо. Либо дети Божьи, либо дети дьявола. Посерединке быть не может. И все, что они делали, все их праведные поступки, исполнение закона, все, чего они достигали своими собственными усилиями, никак не приближало их к Богу и не давало им никаких прав называться детьми Божьими. Они однозначно были детьми дьявола. Я прочитаю второй текст. Он тоже довольно-таки продолжительный. И часто он неправильно понимается нами. Он записан в послании апостола Иакова. Вторая глава. Сейчас, секунду. С 14 стиха до конца главы, до 26 текста. Послание апостола Иакова. Вторая глава с 14 стиха. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеют? Может ли эта вера спасти его, если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания? А кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела. Что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец нас, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он неречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не веру и только? Подобно Ираах, блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатов и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. С одной стороны, кажется, что этот текст говорит однозначно об одном, что у нас сначала идут дела, а потом идет вера. И многие христиане и тогда, и сейчас понимают это именно так и совершенно неправильно. И оказывается, в положении вот этих иудеев, которые были абсолютно уверены, что по делам своим они имеют право называться детьми Божьями, однако по своей сущности, по своей внутренней составляющей, они были абсолютными детьми дьявола. Апостол Иаков раскрывает вот эту тайну, можем так сказать, когда дела, они идут только в составе веры, они не могут быть сами по себе. Как это все происходит? Почему? Вот я начал признаки возрожденного христианина, схождения во свете, с любви, с послушания и только сейчас добрался до дел. Мы никогда не можем сказать, что сначала мы можем делать какие-то дела, а потом у нас получится все остальное. Сначала Бог по милости своей, по своей великой любви к нам, по своему божественному плану и изволению, Он касается наших сердец, Он пробуждает наше сердце к тому, чтобы мы имели возможность и способность поверить в искупительную жертву Иисуса Христа. Человек пробуждается от своего греховного состояния, принимает эту благую весть и у него начинается возрождение и да, спасение он получает одномоментно, но само возрождение, спасение его плоти и сам вот этот путь христианский, это довольно длительный период занимает у него фактически всю жизнь до самой кончины. Человек начинает медленно-медленно становиться Детем Божьим по своей сути. Мы, как дети Адама, как наследники Адама, наследуем его греховную плоть, его греховную природу и поэтому вот эта борьба плоти и духа, она преследует нас до конца наших дней и очень часто христиане или можно так называемые христиане находят успокоение в религии, успокоение своей совести, успокоение своей жизни. Они думают, что соблюдая какие-то церковные правила, ведя благочестивый образ жизни, ходя в церковь или имея принадлежность, может быть, приняв крещение в детстве, или может быть не так осознанно, или может быть по какому-то принуждению, или как бы то ни было, входя в церковь, человек может получить успокоение, то, что он дитё Божье, по сути своей им не являясь. Многие христиане находятся в таком состоянии, ну я не знаю, христиане, можно ли их так называть, когда на первое место в их, так сказать, духовной идеологии выходят дела, когда они достигают и пытаются достичь одобрения Бога своими делами, точно так же, как это делали эти иудеи, которые Христос вынес такой ужасный приговор. Ну разбирая вот этот текст, мы читаем 22-й, видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. У Бога есть свой порядок. Сначала появляется вера, а потом только человек имеет возможность совершать дела, дела, которые богоугодны Богу. В Евангелии от Иоанна, в 15-й главе, в 16-й стих Христос говорит ученикам перед своей смертью, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чему не попросите Отца во имя Мое, Он дал вам». Смотрите, что происходит. Сначала избрание, потом посланничество, и только потом плод, только потом появляются дела. Человек должен сначала получить возрождение, сначала человек должен получить прощение грехов, сначала он должен осознать свою греховность, только потом он получает способность от Бога творить дела, творить дела, которые хочет Бог, чтобы человек делал. послание апостола Павла к Галатам, девятнадцатый стих, дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяния, блуд, нечистота, непосредство, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссора, зависть, гнев, распро, разногласие, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет законов. Ну, все, кто приходит в церковь, с заречайшим исключением, конечно, могут сказать, ну, у нас таких дел нет, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непосредство, непотребство, прелюбодеяние, а, я уже говорил, идолослужение, волшебство, то есть, это такие грехи, которые, ну, даже страшно о них рассуждать, да, вы посмотрите, что дальше, вражда, ссора, зависть, гнев, у кого этого нет, у кого этого нет, это есть вообще у всех людей абсолютно, только вопрос в том, что если у человека это на постоянной основе, если он не осознает своего паршего состояния перед Богом, не способности себя изменить сам, если он живет в этом, то возникает вопрос, чей он сын, какие плоды он приносит, без чинства и того подобное, предваряю вас, как и прежде предваряло, что поступающий так, Царствие Божие не наследует, может ли христианин так поступать, может ли христианин жить в таком состоянии, если он не наследник Царствия Божия, он и не христианин, это однозначно, плод же духа, у кого могут быть такие плоды, исключительно у возрожденного верующего христианина, любовь, радость, мир, долготерпение, ну и так далее. Когда эти плоды появляются? Не тогда, когда человек пытается собственными усилиями что-то достичь, а тогда, когда он полностью осознает свое падшее состояние перед Богом, не способность угодить Богу, не способность заставить Бога себя уважать, иногда у нас проявляется это в нашей такой человеческой природе, адамовской, можно сказать, когда мы пытаемся Бога либо разжалобить, либо доказать Ему, что мы тоже можем, и поэтому Бог нам обязан. Обязан нас спасти, потому что мы такие хорошие, потому что мы всю жизнь ходили в церковь, потому что мы не курили, не пили, и вообще мы не как прочие люди, и вообще мы прекрасные, белые, пушистые, и очень старались угодить Богу всю жизнь. При этом, абсолютно не осознавая свое падшее состояние, пытаемся своими усилиями доказать Богу, что мы достоин быть Его детьми, и оказываемся в положении именно тех иудеев, приговор которым был однозначен, вы дети дьявола. Какой вывод из этого я делаю, братья и сестры? Мы никогда не должны акцентироваться на своих делах, на достижении чего-то. Дела, наши дела, плод, духа, это следствие нашего состояния перед Богом. Если мы в неправильном состоянии, как бы мы ни старались, дела наши будут, дела дьявола, но никак не дела Божьи. Плод духа, который мы можем принести как истинные, возрожденные христиане, это следствие того, что Христос живет в нашем сердце. Это следствие того, что мы ходим в свете. Это следствие того, что мы послушны. Это следствие того, что мы любим. Это следствие того, что мы любим Христа, и пронизана вот эта идея единения с Ним. И вот тогда, только тогда, мы будем способны принести этот плод. Только тогда мы будем иметь вот это посланничество, мы будем иметь силу для совершения вот этих дел, для плодоношения, когда мы как истинная виноградная лоза, привитые к истинной виноградной лозе, мы будем приносить тот плод, который хочет Бог. Когда мы концентрируемся на себе, когда мы говорим «я», я буду стараться, я буду очень хорошим, всю эту неделю я был плохим, следующую неделю я буду очень хорошим. Я пытался так жить, у меня абсолютно ничего не получалось. Когда я понимал свое падшее состояние, понимал, что я очень плохой, и когда я решал для себя, ну все, вот с завтрашнего дня я встану, и у меня все будет по-другому, и в следующий день у меня все было намного хуже, чем вчера. Мы не способны, не способны достигать совершенства, мы не способны доказать Богу, что мы что-то можем без Него. Наши дела, наш плод, он производится только Святым Духом и только в возрожденном сердце, когда человек находится в правильном состоянии перед Богом. Еще раз прочитаю. Текст, который я уже читал, первое послание Иоанна, вторая глава. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Смотрите, какая здесь последовательность. Кто говорит, что он в нем, то есть я христианин, тот должен поступать так, как он поступал. То есть тут не говорится, поступай так, как он поступал, и тогда ты будешь в нем, тогда ты будешь христианином. Нет, совершенно другая последовательность. Сначала ты христианин, сначала Бог появляется в твоей жизни, сначала ты отдаешь Ему сердце, у тебя начинается процесс освящения, возрождения, и только потом, только потом ты будешь поступать так, как Он поступал. Только силой Бога, не надеясь на свою плоть, не надеясь на свои заслуги. Да, мы, как христиане, конечно, должны контролировать себя, конечно, мы должны стремиться быть лучше. Мы должны быть людьми честными, хорошими, благочестивыми, законопослушными. Мы должны любить друг друга и так далее. Мы должны стараться, но мы никогда не должны ставить вот наши усилия на первое место, на чем мы придем к краху, у нас ничего не получится. Рецепт нашего духовного плодоношения, правильного перед Богом, это пребывание в Христе. Когда мы концентрируем свою жизнь на Нем, когда мы познаем Его, когда мы приходим к Нему, когда мы начинаем понимать, какой Он прекрасен, когда мы начинаем понимать, что Он хочет от нас в этой жизни, когда мы начинаем любить Его заповеди, когда Бог пробуждает наше сердце, и мы с трепетом склоняемся перед Ним, осознаем свои ошибки, каемся, говорим мы, «Я не могу, Господи, сам исправить какие-то вещи, приди в мою жизнь, измени меня, измени мое сердце». И вот тогда Бог начинает работать над нами, и тогда появляется вот этот плод Духа. Плод Духа, о котором пишет апостол Павел и говорит, «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, велосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Что это значит? Нет на таковых правил. Их не надо соблюдать. Просто отпадает необходимость соблюдать какие-то правила, законы, обряды, порядки и так далее. Почему? У тебя уже все есть. Ты и так правильный перед Богом. Ты и так уже совершенный, можно сказать, у тебя правильные плоды. И когда человек находится под законом, он находится вот в этом страшном состоянии, в котором находились иудеи, которые были абсолютно убеждены, как так? Я по праву рождения принадлежу к избранному народу. Я по праву рождения наследую Царствие Божие. Ты называешь меня рабом, и ты называешь отцом меня, детем дьявола. Это как так? В конце этой главы они взяли камни, чтобы Христа побить. Камнями убить его. Настолько сильно возмутили их вот эти слова. Люди были слепы, они были неспособны понять. Что исполнением буквы закона они не могут достичь Бога. Они не могут понять Бога. Поэтому, братья и сестры, мое пожелание и мне, и вам концентрироваться на Христе. Когда мы пребываем в нем, когда Христос для нас центр, абсолютно отпадает необходимость вот в таких, знаете, каких-то ограничений, самоограничений. Знаете, у католиков была такая практика еще до недавнего времени самобичевания. То есть человек делал грех какой-то, он это понимал, что он делал неправильно. И, ну, там разные были способы, да. Он брал иногда плетку или просил кого-то, накладывал священник на его эпитемию. Он выполнял какие-то там трудные для него вещи. Либо они повязывали цепь на ногу, зажимали ее. Эта цепь врастала в кожу, кровоточила. И вот человек вот так вот умерщвлял свою плоть, чтобы напоминало вот эта боль постоянная, которая его преследовала о том, что он сделал грех, и вот этого греха надо вот избавляться. Допустим, человек был похотливый. Допустим, ему преследовали какие-то мысли. И вот он эту цепь на себя навяжет, подрясу, закрутит ее, так что у него нога там посиневшаяся, кровь с нее капает, страшные муки. И вот таким образом человек как бы умерщал свою плоть и свою похоть. К чему это приводило? Ну, ни к чему хорошему. Абсолютно человек не был способен себя исправить таким образом. Когда человек приходит ко Христу со своей проблемой, когда он осознает ее, когда Христос в его жизни центр, тогда множество проблем, ну, все проблемы, я бы так сказал, они уходят на второй план. Закон, наш плохой и дурной характер. Мы получаем способность и силу от Христа быть любящими, радостными, долготерпеливыми и так далее. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами были людьми, которые истинные дети Божьи, которые могут радостно смотреть в будущее, которые любят Бога, которые понимают Бога, понимают Его волю, которые, чтобы в нашей церкви каждый человек, который приходит, он плодоносил именно вот этими плодами и пытался собственными усилиями, зажав себя со всех сторон какими-то ограничениями, осознавая свою никчемность, неспособность чего-то достичь, постоянно кающийся, плачущий, ни на что не способный человек. Нет, не такими мы должны быть. Мы должны быть сильными во Христе, сильными в Духе. Чтобы у нас это не нашими усилиями достигалось, чтобы вот эти плоды, они изливались из нами сами собой. Христос будет проводить нас эту работу. Да благословит нас в этом Бог, чтобы мы имели правильное понимание Писания, чтобы мы имели правильное положение перед Богом, чтобы наши дела соответствовали нашей внутренней сущности, чтобы они были на правильном месте в нашей христианской жизни. Аминь. Аминь.